Велением сердца, души, их нарекли гордостью и душой республики. Коллектив Оркестра Народных Инструментов Марии Кундем отмечает юбилей. 35 лет на языке музыки артисты признаются в любви всему народному, фольклорному, родному марийскому краю. Лена, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вы играете на домре, народном инструменте, который есть не только у русских, но и украинцев, белорусов, казахов. Получается, что по музыкальным инструментам ваш оркестр, ваш коллектив интернациональный? Вообще говоря об инструментах, следует сказать, что не только относительно домре такая ситуация происходит, когда похожие родственные инструменты имеются в наличии у разных народов. Это можно сказать и, к примеру, о гуслях, о различных видах гармоник. Но наш коллектив все-таки оркестр русских народных инструментов. 35 лет назад Мария Кундем создавался как оркестр, который будет заниматься продвижением музыки русских, зарубежных, марийских композиторов. Что изменилось за эти десятилетия? Изначально, когда 35 лет назад создавался коллектив, одной из главных задач, как формулировал сам основатель Станислав Алимбаев, это пропаганда музыки марийского народа. Необычайно красивых лирических песенных мелодий и также задорных плясовых наигрышей музыки марийских композиторов. Помимо марийской народной музыки и музыки марийских национальных композиторов, в нашем репертуаре множество других сочинений, как инструментальных, так и вокальных. Это русская и зарубежная классика, русские народные песни, конечно же, романсы, пьесы современных композиторов, арии из оперы и оперет, музыка из любимых кино. То есть все, что угодно, есть в нашем репертуаре. Мария Кунде не раз становилась обладателем Гран-при на международных фестивалях и конкурсах. В 2014 году вы представляли республику на 11-х Паралимпийских играх в Сочи, в 2018 году в Совете Федерации. Чем ценен этот опыт, что исполняли и как вас встречали? Мы всегда стараемся, помимо наших плановых поездок, выездов с концертами или с гастрольными выступлениями, ездить на конкурсы и фестивали различного уровня. И всегда, куда бы ни приезжал оркестр Марикунде, всегда зрители с огромным удовольствием, во-первых, это интерес. Интерес проявляется, потому что наша культура необычайна и красива, оригинальна. Вообще, если немножечко углубиться, пожалуй, нет больше региона в нашей стране, в котором бы имелось такое огромное количество разнообразия народных мелодий. И вот, когда мы ездим на конкурсы и фестивали, обязательно мы показываем нашу музыкальную культуру. В Сочи в рамках культурной программы зимних паралимпийских игр также мы показали национальные произведения, исполняли произведения. Станислава Ильинбаева, оригинальные сочинения, написанные специально для этого коллектива, и которые составляют Золотой фонд оркестра Марикунде. В Москве, вот в декабре прошлого года, это, конечно, очень ответственное мероприятие. Вот дни Республики Морел в Совете Федерации впервые за 25 лет, когда нам это сообщили, просто огромнейший мандраж был, волнительно, но в то же время ты осознаешь ответственность. Здесь ты представляешь не просто свое лицо, коллектив оркестра Марикунде с Йошкаралы приехал, а здесь полностью ты представляешь музыкальную культуру Республики Морел, и выступить нужно достойно на высоком профессиональном уровне. В Совете Федерации что исполняли? Большую часть, конечно же, это марийская музыка, но тем не менее, ведь наша республика многонациональная, здесь и русские, и татары, и чуваши, и марийцы и так далее. И вот мы понемножечку всего показали. На Марийской земле у нас в Республике Морел кто он, ваш слушатель, и меняется ли аудитория с годами? Мы охватываем все категории населения. От маленьких детишек до школьного возраста и до пожилых, людей пенсионного возраста. Программы разные у нас есть, соответственно, все, ну, на любой вкус. Знаете, что радует? То, что к нашему творчеству проявляют интересы молодое поколение. Вот это очень здорово, мы очень рады, ведь в век, современный век информационных технологий, когда с интернета полно, много всякой музыки, видео. Народная музыка все-таки, народные инструменты, они не теряются, нам кажется. И вот это здорово, что есть будущее у этих инструментов. Я обратила внимание, что Мария Кундем – молодой коллектив, очень много молодежи у вас. Изначально, когда он организован был при базе музыкального училища, основу составляли педагоги и наиболее талантливые учащиеся училища. И в связи с естественным процессом, когда студенты заканчивают училище, уезжают в другие города, поступают в ВОЗы, соответственно, приходится набирать другой состав. И поэтому вот в течение определенного времени состав был нестабилен. Вот уже, наверное, лет 15 более или менее стабильный состав. У нас работают две студентки музыкального училища «Домриски», талантливые, подающие большие надежды. И я думаю, это нормальный процесс для коллектива. Таким образом, преемственность поколений ощущается. А возвращаются те, кто уходит обратно в коллектив? Да, есть такое. Я даже про себя, наверное, могу сказать. Я получила юридическое образование, еще у меня есть, и решила попробовать просто себя в другой среде. Это не мое. Все-таки я вернулась в коллектив. Коллектив я покидала ненадолго, буквально на пару месяцев, наверное. Но я поняла, что все-таки я человек творческий. И вот многие... Например, Любовь Разинова, артистка, она играет на балалайке «Секунда». Она тоже. Она пришла в коллектив в далеком 88-м году. Будучи студенткой, Станислав Михайлович ее пригласил. На некоторое время она тоже уходила, где-то с ребенком сидела и так далее. Но, тем не менее, душа, она и сердце призвала в свой родной коллектив. И до сих пор она с удовольствием работает здесь. Не работает, вернее, творит. Мы тут все творим. И нисколько не жалеет об этом. Если можно представить ваш творческий коллектив, кто основа, кто вдохновитель коллектива? На сегодняшний день в нашем оркестре 11 музыкантов. Первый и незаменимый – это художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Республики Мариэлл Алексей Волков. И помимо того, что он просто является руководителем и дирижером, мы это на концерте не видим. У нас же нет человека, который стоит к оркестру лицом с палочкой в руках и показывает нам первую долю. А мы сидим и играем. Нет, все происходит по-другому. Он становится исполнителем на сцене, баянистом. И таким образом, чтобы нам всем собраться, он как бы нас объединяет своим звучанием. Он ведет. А мы подстраиваемся, и рождается очередной шедевр. Любовь Разинова уже давно работает. С 88-го года был «Лайк и секунда». Денис Мишуров, контрабасист нас, основа коллектива. Он вообще приехал с Якутска. Второй баянист Николай Ермаков, сын известного в нашей республике гармониста Анатолия Ермакова. Две студентки музыкального училища «Домористки» на ударных. Антон Шустиков, ударник наш, человек, который отвечает за ритм, за темп. Мне кажется, чем отличается наш коллектив от других? Тем, что есть такое свойство взаимозаменяемости артистов. При необходимости, вот, к примеру, тот же ударник играет соло на ксилофоне. Алексей Васильевич ставит баян, садится за ударную установку, и все нормально, то есть ритм, мелодия, все сохраняется. Мне кажется, это тоже некий показатель профессионализма. Я знаю, что с первых лет ваш оркестр поддерживали марийские композиторы. Как обстоят дела сейчас? И сейчас мы стараемся поддерживать связи и с композиторами, и вообще деятелям в сфере искусства, как в нашей республике, так и за пределами. Буквально вот в последние шесть лет, наверное, родился проект «Гусляры». Это проект совместный с ансамблем народной музыки «Купина», город Москва. Идейным вдохновителем этого проекта масштабного был директор Эльрик Алексеевич Юзыкайн, художественный руководитель Марикундема Алексея Волкова, и сам Дмитрий Волков, руководитель ансамбля «Купина». Не забываем наших мэтров, которые в свое время участвовали, оказали огромное влияние в деле становления оркестра Марикундем. Это народные артисты Республики Морел Владимир Ромашкин, Светлана Сушкина, Зоя Берникова, заслуженная артистка Республики Морел Галина Шабрукова, Александр Егошин, Светлана Осипова и многие другие. То есть вообще, в принципе, мы открыты для любых форм творчества и сотрудничества. Чтобы создавать такие проекты совершенно разноплановые, вы играете и классику, и народную музыку, благодаря чему удается все это поддерживать и развиваться дальше? Без сомнений, это вот любовь к инструменту, любовь к совместному музицированию. И вы знаете, мы стали уже за эти годы семьей просто. В частности, для меня оркестр Марикундем – это как второй дом, где я прихожу с удовольствием каждое утро, с радостью иду на работу. И любые радостные моменты, любые тяжелые моменты в жизни мы всегда вместе стараемся поддерживать друг друга. И вот благодаря этому духу, мне кажется, и коллектив существует, и дальше продвигается коллектив единомышленников. 2019 год для вас юбилейный. Ждет ли оркестр новое звучание? У нас на сегодняшний день есть два инструмента. Это гусли звончатые. Сконструированные московским мастером должны активно влиться и занять свое достойное почетное место среди других инструментов. Спасибо вам большое за беседу. Желаем вашему коллективу, оркестру Марикундем, что в переводе с Марийского – Марийский край, и дальше звучать гармонично. Спасибо, Екатерина.